Воспитанник спортшколы номер 7 Один из самых перспективных спортсменов Центрального Федерального Округа В городе, наверное, даже в области он номер один Можно даже по округу посмотреть То есть у него соперников в округе и в Центральном Именно будут единицы Николай увлекся ушу 6 лет назад Юноша признается, начал заниматься этим видом спорта не по своей воле Когда мне было 7 лет, у меня родители с целью того, что у меня было много энергии Меня отдали в ушу Я там бегал, прыгал Я приходил давно уже уставшим И поэтому они меня так-то не оставили Таланов с первых тренировок подавал большие надежды Тренер Александр Сергеевич присмотрел юного таланта Еще когда Николай выступал за город Фурманов Коля я увидел в Фурме лет 5-6 назад Он занимался не у меня, то есть его первый тренер из Фурманова Саврау Мирович Вошло так, что Коля переехал в Иваново И год назад он начал меня заниматься Но видно, конечно, спортсмену будет сильный и сейчас уже сильный Переезд в новую спортшколу пошел Николаю только на пользу В марте Таланов становится призером первенства Центрального федерального округа А в мае уже выигрывают всероссийские соревнования в Сочи Как бы сложно очень было Много было, именно в моей группе было сложно И я как бы собрался И я был уверен, что я занял Я был уверен и я занял первое место Потом также я не стал потерять духа и выступил в следующих видах После громких побед Николай приглянулся тренером сборной России Воспитанник спортшколы номер 7 был кандидатом в состав национальной команды На мировое первенство по УШУ Оказалось, спортсмен слишком юн Тренер считает, уже в следующем году Николаю вновь поступит такое приглашение Я думаю, в следующем году или через год То есть у него есть перспектива попасть на первенство Европы Оно будет весной Либо через год будет первенство мира опять Еще бы не попасть, Николай в свои 14 лет уже имеет черный пояс Для сравнения, у Таланова первый Дан, а у тренера третий Дан это спортивная степень мастеров УШУ Николай единственный в городе работает на Хоу Цуань Это стиль обезьяны Николая этот вид спорта привлекает не только акробатикой В УШУ спортсменами используются различные предметы При защите УШУ используются различные виды оружия Формально их насчитывается 108 видов Мечи, алебарда, сань-зэ-гун, кнут-бяо и девятизвенный цеп Николай любит работать с мячами В этом направлении УШУ постоянно нужно совершенствовать свое мастерство При регулярных тренировках владение мячом будет выглядеть примерно так Тренировки у Николая каждый день А когда есть возможность отдохнуть, юноша берет в руки карандаш, линейку и фантазирует Черчение – любимое занятие А сейчас спортсмен готовится к новым соревнованиям Тренер надеется, что его вновь пригласят в сборную Сборная Ивановской области вышла в полуфинал первенства России Юные спортсменки на групповом этапе занялись